МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это газовые баллончики различного типа и различной наполняемости, консистенции и так далее. Они доступны по цене, они не требуют разрешения работников, органов внутренних дел. И рассмотрим достоинства недостатки. Достоинства, что дешево, достоинства, что можете купить. Достоинства вы можете это приобрести в любой момент в тех магазинах, которым разрешено лицензия. Это оружие и туристические принадлежности. Я рекомендую вам применение вот этот перцовый шок, потому что он более действенен. В нём как газ, так и летучий перец красный. Но вы должны знать, в чём недостатки вот этого дела. Если вы что-то приобрели, это не значит, что вы готовы это применить, с применением вот этих самых баллончиков. После этого в течение недели на них были произведены неожиданные нападения. Никто из этих 29 девушек не смог сумочку какой-то предмет, из тех, о которых мы будем говорить. Это не значит, что вы этим будете пользоваться или воспользоваться. Действовать против вас, если будет ветер, дуть на вас. Значит, если здесь написано 3-6 метров, не верь глазам своим. Применение. Вот здесь нужно сломать предохранитель, а затем ещё посмотреть, куда же распилитель стоит, чтобы на себя не нажать. И, направляя в лицо противнику, нажимать. Вы должны понимать, что если это применение будет произведено в ограниченном пространстве, автобус, машина, лифт, то вы должны уходить сразу вниз, потому что газ пойдёт сначала вверх, вы должны выползать из того помещения. И он действует после 3-5 секунд, после того, как человек вдохнул или попал на слизистую, и около 20 секунд. После этого, значит, его действие прекращается. У вас есть всего 20 секунд, чтобы решить, сопротивляться или бежать. Значит, если вы добавите антидопуру и так далее, то если вы начитаете, какую газ в руке, то можно предложить из газового предназначения. Куда вы принесёте две справочки от психолога и нарколога, затем заводится на вас карточка, и вы можете купить 5 таких стволов, туда записать, обвешаться и носить, как джемпуру. Она сделана по образцу боевого. Где вы это будете? Да, разрешено, разрешение здесь висит, но гражданский человек летом в маке, и вдруг вот такая штука. Где это будет? Если вы положите в сумочку 800 грамм, где-то 700 грамм тяжесть, таскать с собой, как ударный инструмент хорошо, колоть, допустим, орехи, можно. Но то же самое. Недостатки, то, что требует разрешения, то, что вы должны носить с собой всегда, это разрешение, иначе у вас отберут это оружие. И ещё, опять же, вытекает из него тот же самый газ. Нужно постепенно, где-то после 3-4 месяцев, отстреливать эти патроны, чтобы пробовать. То есть каждое оружие требует своего применения. Отстреляли. Расстояние здесь от 3 до 5 до 7 метров. В зависимости от калибра, если существует такая иллюзия, что куплю вот такую большую штуку, там столько газа, нет всего несколько существует калибров 9, 8 и 7, там с копейками. Так что вы можете купить маленький какой-то дамский пистолет, но у него будет количество газа, такое же, как и большое. Но вы этот куда-то можете спрятать. Значит, ещё недостатки. Он очень похож на боевой. Если и существуют такие примеры в жизни, описанные в юридической литературе, если вы достанете в ответ на угрозу какого-то физического насилия это оружие, то вы можете получить в ответ боевое оружие. Так как противоположная сторона, как правило, нападающая, она с законом не в ладах, и у каждого у них на руках есть какое-то оружие. И ещё то же самое, не разобравшись, органы внутренних дел могут применить. Где-то 10-15 метров. Как правило, это происходит в тёмном, бездумном где-то месте. Ещё я рекомендую вам, кроме газа, первые или два первых патрона шумовых, чтобы, если что-то случилось, вы могли выстрелить вверх. Вы знаете во всех, так сказать, фильмах, литературе. Для чего это? Это психологически действует на человека. Если вы дальше настояете и скажете, следующее твоя, мало кто может разобраться, что там произошло, настоящее, ненастоящее. И даже если потом пройдёт атака, следующий патрон будет газовым. Есть какой-то шанс. Это по газу. Дозированное устройство распыления. Оно не требует разрешения от работников милиции, оно продаётся в тех же магазинах и стоит на 3-5 порядков меньше, чем газовое оружие. Если это где-то 2 тысячи, 3, то в зависимости от калибра и так далее изделия, то это 400-500. Патроны к нему тоже есть различные. В чём разница? Вот вы видите, они разные. Есть красящий ещё этот патрон. И здесь газ заключён в капсулу масляной. Если вы будете... Он не похож на оружие. Если вы будете стрелять человека даже при ветре, то капсула летит, разбивается и затем только начинает действовать газ. Поэтому если попали на одежду, человеку нужно сбросить с себя эту одежду. Это очень неприятно, ещё если вы покрасите. То есть есть шанс, что затем работники органов внутренних дел найдут это дело. Это или здесь те джоули, которые газ с сжатия выбрасывает, эти пульки, разрешено ли в России или нет. Есть такие калибры, которые не разрешены в России. Довольно серьёзное оружие. Тоже не требует разрешения, только требуется, чтобы с вами всегда была бумажка, чтобы её приобрели в магазине. Но опять же, очень страшная штука. Не поймёшь, набоевая она или нет. Что получите в ответ? Можете применять вот такие... Для обнаружения себя, для людей, которые потерялись и так далее. Это туристические родители. Это не только эти языками. Бориса Ельцина защищали вот такими штуками. А первых... В жизни у нас шокеры. У меня, к сожалению, сегодня нет. Я отдал попользоваться людям. Там угроз наступило. Поэтому сейчас показываю вам от силовых структур. Она применяется как ударный инструмент, как подсвечивающий здесь. И когда нажимаете, здесь будет поражение током. Я это всё выключил. Вы очень любите все щёлкать и друг друга потом нажимать. Поэтому она не в рабочем состоянии. Не подзаряжет. Работники органов внутренних дел, если вы не умеете ничем этим пользоваться, у вас их заберут при самозащите и будут использовать против вас. Если кто-то ходит в какие-то секции, вы должны знать, что это очень трудно, так сказать, решиться. В внутренних дел у людей, которые против, так сказать, закона, это заточка, которая сделана из отвертки, а это нож на морной, который сделан на зоне. Он был в преступных, так сказать, целях применён, тут ещё кровь есть на нём и так далее. Поэтому, если вы увидите у человека торчащую такую ручку где-то в цивильном обществе, это не значит, что у него там отвертка ходит. Отверткой можно нанести тоже очень многие повреждения. Будьте осторожны с такими людьми. Костяная ручка значит, что какой-то предмет, который могут против вас применить. Случайно дотронувшись до человека или увидев на его бедре вот эти штуки, вы должны знать, что этот человек против закона действует. Даже органам внутренних дел и службам, спецслужбам в городе это запрещено применить. Это только для спецопераций. И я вам это показываю, для того, чтобы вы знали, что эти ножи существуют, люди владеющие ими существуют. Многие, так сказать, прикрепляют их, таскают, но всё это запрещено нашим законам. И вы, дотронувшись до человека, они крепятся и сзади, и здесь, и на лодыжке, и где угодно нужно быть. Должны подумать, что это за человек, который таскает с собой нож. Или сообщите куда-то, или уж во всяком случае поостерегитесь. Они бывают разного исполнения для ночного применения. Да? Ночью, если он будет лететь, никто и не заметит. Просто человек упадёт, и всё. Блестяще это делается для того, чтобы психологически на солнце всё это действовало на человека. Это ножи. Ударный дробящий инструмент. Вот это сейчас, раньше, если не было запрещено, нунчаки, и все таскали подряд по городу, а затем был, так сказать, нашими силовыми структурами. Понятно, что это страшное оружие сейчас. Этим можно пользоваться. Только в спортивных залах. Таскать по городу ни вы, ни кто-то другой этого не может. Вы должны это понимать. Дубинки для гражданских лиц запрещены. Вы их не можете носить различного исполнения. Там есть с ручками и так далее. Но если вы увидели у человека, это или, так сказать, охранник, которому это разрешено и только для ношения, при ношении формы, он может что-то охранять, или работник внутренних дел. Все остальные, если вы заметили, это человек, который может нанести вам повреждения. Редактор субтитров А.Семкин